Телемос привлек спортсменов из разных городов страны и стал основой для объединения всех участников и зрителей, ведь болельщики могли одновременно наблюдать за соревнованиями на всех 15 площадках. На каждой проходили поединки по разным видам боевых искусств, от самбо и бокса до киукусинкай и пократиона. Каждый регион, каждый город выбирает свой вид спорта в зависимости от своих героев, в зависимости от развития того или иного вида единоборств. Херсонская область выбрала вольную борьбу. Масштабные соревнования были посвящены тем, кто не жалеет своей жизни ради приближения общей победы. В каждом регионе есть свои герои. Скадовский турнир провели в честь Дмитрия Савлученко, который погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. Херсонская область представлял погибший первый директор департамента молодежной политики, семьи и спорта Дмитрий Савлученко. И это мероприятие, турнир по вольной борьбе посвящался памяти Дмитрия Савлученко. Чтобы поддержать молодежь и показать, насколько важно помнить о наших героях, мероприятие посетили почетные гости. Заместитель председателя правительства Херсонской области Виталий Булюк и глава военно-гражданской администрации города Херсона Александр Кобец. Чтобы они не забывали историю, не забывали своих героев. И сегодняшний день Герои Отечества тоже яркий пример того, что молодежь должна помнить, кто Герой Отечества, за что они воевали, за что они погибли, во имя чего. Также в рамках турнира Севастопольский духовно-патриотический центр святого праведного воина Федора Ушакова доставил чудотворную икону адмирала, которая отправится к солдатам на передовые рубежи. Основными целями проведения турнира организаторы называют популяризацию единоборств и здорового образа жизни, а также патриотическое воспитание молодежи. В Скадовске в турнире по вольной борьбе приняли участие около 30 человек. Все спортсмены получили памятные дипломы. Иван Горбенко, Анатолий Дыман, Таврия.